Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Я приветствую вас здесь на канале. Сегодня у нас 2 января 2023 года, понедельник. Новый год прошёл, все о нём уже забыли. Вот цена праздников. Начались будни. У кого они по-разному? Ну, будни. Праздник протекает быстро, точно так же быстро пролетает и жизнь. Недавно только говорили о Рождестве, недавно только говорили и ждали Новый год. Новый год прошёл, Старый год ушёл, Новый год наступил, и уже сегодня 2 января, завтра 3. Вот видите, летит прямо, как мгновение. Местное время 19 часов 17 минут, Киевская 20.17, Московская 21.17. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю сегодня чтение отрывков из книги профессора Сергея Сергеевича Корсакова «Курс психиатрии». Третье, переработанное автором, посмертное издание. Несмотря на то, что и переработанное издание, и первых два издания были изданы в 19 веке. Дело в том, что профессор Корсаков умер в 1900 году молодым. По-моему, если я не ошибаюсь, в возрасте 46 лет. Третье издание было издано уже в 20 столетии, в 1913 году. Причем издание осуществило общество невропатологов и психиатров, состоящее при Московском императорском университете, в содружестве с обществом для пособия нуждающимся студентам императорского Московского университета. С тех пор ни одного повторного издательства или переиздания этой фундаментальной работы основателя Московской психиатрической школы не было осуществлено ни при хваленной советской власти, ни при процветающей новой постсоветской власти. Ни в России, ни в Украине, ни в любом другом государстве бывшего Советского Союза. С моей точки зрения это позор. Позор. Всякое дерьмо, всякую ерунду, всякую порнографию издают, переиздают на угоду или в угоду плебсу. Плебсу. Плебс. А то, что действительно представляет достояние отечественной, я говорю отечественной, почему? Потому что все-таки Российская империя, так она сейчас распалась на целый ряд независимых государств, но то время принадлежит всем же нам, и Украине, и Белоруссии, и, скажем, за Кавказью, да, и, значит, Туркестанскому краю и так далее и тому подобное, и Прибалтике. Вот. Даже тогда еще в состав империи входила и Польша, и Финляндия. Ну, с 1918 года или с 1917 года они не являются, скажем так, составной частью Царской или Советской империи. Ну, с моей точки зрения, это позорное явление, позорное, как со стороны, скажем так, властей, так и со стороны и психиатрической общественности. Вот. Хорошо. Значит, первую часть раздела этой книги «Физическое лечение душевных болезней» я уже зачитал. Сегодня я завершу чтение этой части. Вот. Ну, и перейдем к следующей, к следующему, значит, разделу. Это последний будет раздел «Общественная психиатрия». Вот. И уже после этого я начну зачитывать более интересную часть, хотя первая часть, она не менее важна, чем вторая, но та более живая, то есть к рассмотрению отдельных нозологических единиц психиатрии. Вот. Ну, а сейчас я начинаю читать или завершать чтение главы «Физическое лечение душевных болезней». Итак. Электротерапия находит в себе довольно ограниченное применение при психозах. Электричество употребляется у душевных больных в виде общей и местной фарадизации. Гальванизации и франклинизации. Общая фарадизация рукой. Электрический массаж при помощи вращающегося валика электрода употребляется при невростенических формах, истерических и эпохандрических. При ступоре и меланхолии тоже иногда прибегают к общей фарадизации, когда есть явления застоя кровообращения, похолодания конечностей и прочее. Иногда фарадизация головы употребляется как снотворное средство. Гальванизацию применяют при формах истерических, невростенических и эпохандрических, форме местной гальванизации позвоночника и болящих областей. Или в форме общей гальванизации простой и в электрических ваннах. При меланхолии оказывает иногда хорошее влияние гальванизация нервисимпатиции. И гальванизация головы, продольная или поперечная, для этого обыкновенно пользуется широкими электродами, которые ставят ко лбу и затылку или около обоих сосцевидных отростков. Катод располагает на лбу, а анод на затылок. Если желают вызвать прилив крови голове, а если желают вызвать уменьшение прилива, то на лбу ставят анод. При желании действовать одним полюсом на голову, некоторые рекомендуют пользоваться катодом. Если существуют показания к усилению возбудимости, а анодом – с целью успокоения, а индифферентный полюс – на грудину, то должен браться небольшой силой, не вызывающей резких субъективных ощущений и головокружения. Хороший эффект оказывает иногда гальванизация головы и приступарие. Иногда гальванизация через сосцевидные отростки уменьшает упорные слуховые галлюцинации. Франклинизация употребляется при истерических, невростенических и эпохондрических формах. Токи большого напряжения, например, Д'Арсонваля и Тесла, еще не имеют применения в душевных болезнях. Кроме легких форм и эпохондрических и изменения настроения при расстройствах обмена веществ. Ну, что я вам скажу, электротерапия в настоящее время, психиатрия не используется, практически не используется. Массаж употребляется как одно из средств так называемого веер-митчеловского лечения невростейников и особенно истеричных, состоящих в постельном содержании, усиленном питании и применении общей фарадизации или массажа. Растирание тела спиртами употребляется чаще всего при формах, соединенных с застоями крови. Каковы вялые формы меланхолия? Для меланхолии ступора очень охотно при лечении душевно больных употребляется гимнастика. В некоторых заведениях есть специальные гимнастические кабинеты, эргостаты и другие соответствующие приборы. Впрочем, гимнастику часто заменяют и работы на чистом воздухе. Для некоторых больных противопоказаны всякие обширные движения. Больные должны находиться постоянно в постели. Таково большинство больных острых, лихорадящих, а также больные слабые, не едящие. Для многих неврастейников, заболевших от чрезмерной работы, полезна также полная неподвижность, составляющая вместе с изоляцией, главное основание лечения по способу Вейр-Митчелла. Г. Постельное содержание, о котором было говорено выше, вообще, в последнее время все более и более находит в себе сторонников. Оно применяется в некоторых заведениях, во всем вновь поступающим, ко всем, вернее, вновь поступающим и возбужденным больным. Его удобство заключается в том, что больной до некоторой степени более сознает себя больным и легче подчиняется авторитету врача, наблюдение становится легче, порядок и спокойствие в палатах больше. Оно считается показанным, первое, при телесных болезнях у душевных больных, второе, у больных лихорадочных, третье, у больных слабых, истощенных, четвертое, у больных возбужденных, как острых, так и хронических, приступы возбуждения обыкновенно значительно ослабляются при постельном режиме. Пятое, у больных нечистоплотных, наклонных к разрушению, размазыванию и поеданию калла. Шестое, у больных опасных для себя и окружающих, седьмое, у больных ступорозных, наклонных к отекам нижних конечностей. Некоторые авторы видят противопоказания к постельному режиму при наклонности к анонизму, к пролежням, а также и у истеричных. Также указывали, что постельный режим располагает к анемии и запорам. Спокойные хроники, особенно способные к работе, не нуждаются в постельном режиме. В больнице, где введен постельный режим, как система, укладывают в постель и тех больных, которым этот режим не безусловно показан. Это делается для того, чтобы спокойно лежащие больные действовали внушающим образом на вновь поступающих беспокойных больных. Д. Оперативное лечение душевных болезней имеет двоякое значение. Иногда операция предпринимается с целью удалить предполагаемую причины болезни, например, опухоль яичника, болящие рубецы и т.д. В других же случаях операция имеет более тесное отношение к голове. Так, в некоторых случаях делали трепанацию черепа, чтобы облегчить мозговое кровообращение и лимфообращение, и даже вырезывание кусочков мозговой коры. Эффект был ничтожный. Конечно, более надеждой на успех будет давать трепанация, предпринятое для удаления повреждений костей, полученных при травме, или для удаления сращений твердой оболочки мозга. Последние годы были сделаны попытки делать отверстия в черепе идиотов, у которых предполагалось раннее зращение черепных швов, чтобы дать возможность развиваться мозгу. Но результаты получились отрицательные. Е. Лечение цветным светом у душевно больных предполагалось довольно давно. Доктор Понца находил, что больные, находящиеся в комнатах с красными стенами, куда проникает сквозь стекла только красный цвет, приходят возбуждения. Наоборот, находящиеся под влиянием голубого и фиолетового цвета успокаиваются. Поэтому красный цвет советовался для больных, находящихся в состоянии под давление, меланхоликов и ступорозных, а синий или фиолетовый для маниакальных. Я лично в данное время повторял эти опыты в Преображенской больнице, но не мог подтвердить мнение доктора Понца. Последнее время, впрочем, доктор Акопенко, произведший ряд психометрических опытов над здоровыми лицами, пришел к заключению, что влияние цвета среды отражается на психофизиологических процессах человека. По его наблюдениям, следует признать за цветами, приближающимися к тепловатой части спектра, действия возбуждающие, а за цветами, близкими к химической части, действия угнетающие. Таким образом, красный цвет должен действительно влиять возбуждающим образом, а фиолетовый – подавляющим и успокаивающим. Желтый цвет, как стоящий на середине, индеферентен. Точно так же еще нет ничего определенного относительно лечения душевно больных музыкой, если не считать, что музыка вообще-то оставляет многим больным приятное время провождения. Ж. Лечение климатом, морскими купаниями и горным воздухом имеет значение лишь в сравнительно легких формах или в промежутках конституциональных психических расстройств или повыздоровления от острого психоза. Во многих случаях достаточно перемены городской жизни на деревенскую, в других случаях при ослабленном питании, при слабости душевной энергии полезно пребывание в приморских или южных климатических местностях. Горный воздух полезен при истерии. Не следует советовать пребывание в местности, где существует сильный ветер, особенно больным наклоном к гиперемиям мозга. З. Симптоматическое лечение. Довольно важная часть терапии душевных болезней составляет употребление средств, назначенных для устранения некоторых отдельных симптомов у душевно больных. Сюда относятся все те меры, которые употребляются против отдельных элементарных расстройств и против чисто внешних, но особенно неприятных проявлений. Что касается дотерапия отдельных элементарных расстройств, как изменение настроения, аффекты страха, тоски, бред, галлюцинации, то ввиду взаимной зависимости всех их и лечение их сводится на лечение отдельных форм болезни, о чем будет речь в частной психиатрии. Общее отношение врача к бреду расстройство настроения было мной указано при изложении психического лечения. Добавлю только, что для лечения отдельных симптомов нужно держаться всегда правило стараться выяснить себе патогенез их развития и употреблять соответственные меры. Так, при лечении бреда, зависимого от аллегоризации болевых ощущений, нужно стремиться уничтожить условия болезненной чувствительности. При лечении галлюцинаций определять зависимость от их общего расстройства питания, например, интоксикации, от периферических раздражений исследовать и лечить страдания ушей, глаз от неправильного распределения крови, гиперемия мозга. Более уместно здесь указать на лечение отдельных внешних особенно неприятных проявлений у душевнобольных. Сюда, например, относятся средства, употребляемые при лечении больных неопрятны, беспокойных, стремящихся к самоубийству. Трудно, конечно, перечислить все те меры, которые употребляются в лечебницах для душевнобольных, для устранения вредного влияния того или другого проявления, так как меры эти разнообразны и варьируются, смотря по индивидуальности и условиям данного заведения. Для отыскания и применения этих мер часто требуется большая предусмотрительность и находчивость как врача, так и персонала, ухаживающего за больными. И подробное исследование причин и условий проявления того или другого неприятного симптома я укажу только на главнейшие меры. Первая бессонница душевно больных появляется одним из очень частых симптомов, с которым приходится упорно бороться, а средства, которые употребляются с этой целью, было сказано выше при описании снотворных лекарств. Здесь я упомяну только, что каждый раз нужно выяснить себе причину бессонницы и действовать на нее, прежде чем прибегать к лекарствам, перечисленным выше, нужно испробовать такие меры, как помещение в сравнительно прохладную комнату, замена теплого одевала легкой простыней, устранение поводов к возбуждению перед сном, иногда прогулки на ночь, устранение запоров путем вечерней клизмы, лечение тех или других полевых ощущений, мешающих сну. В случае начинающихся психозов и припсихозах с коротким течением, как белая горячка, не следует пренебрегать и сильными наркотическими веществами. В случаях же затяжных наркотические средства должны быть избегаемы, так как злоупотребление ими весьма возможное в затяжных формах. Действует вредно достаточно во многих случаях употребление бромистого натрия с кодеином, теплых ванн, холодных примочек или ледяного пузыря на голову. Следует, конечно, заботиться о том, чтобы бессонница одних больных насколько возможно менее влияла на других. Так. Второе. Сильное беспокойство больных. Для устранения этого симптома также прежде всего нужно выяснить причины беспокойства его патогенез. Часто они заключаются в недостаточном питании больного. Тогда нужно давать ему обильную пищу, притом через короткое время. В других случаях причина беспокойства лежит в неправильности их ухода. В бестактных словах при слуге. В назойливом надзоре во влиянии других больных в отсутствии какого-либо занятия. Иногда приступ буйства может быть вызван тоской, иногда гневом, иногда галлюцинациями, иногда болью в какой-нибудь части тела. Конечно, сообразно с этим употребляют и средства для борьбы с буйными проявлениями и для их предупреждения. Беспокойные больные требуют почти всегда постельного содержания. Большей частью постели, особенно если больной лежит среди других больных, беспокойство ограничивается пространством постели. Больной не встает, а лишь перекладывается, размахивает руками и ногами, бросает вещи, даже крик бывает обыкновенно негромкий, вследствие внушающего влияния других, покойно лежащих больных. В комнате, где лежат больные, должны находиться опытные служители, которые ласково и тактично уговаривают их лежать, а при попытке вставания слегка придерживают в постели. У некоторых больных, однако, нельзя обходиться, хотя временно, без удерживания двумя или тремя служителями. Удерживание должно производиться по возможности без значительного насилия через мягкие подкладки, наложенные на плечи и ноги. Ссылка. Удерживание руками служителей нужно считать, однако, всегда крайне нежелательной мерой. И всеми силами нужно стремиться поставить в больнице дело так, чтобы к этой мере не приходилось прибегать. Я в клинике своей, однако, до сих пор не мог этого достигнуть. Ну, такое признание. В редких случаях постельное содержание вызывает само по себе сильный страх и возбуждение. Нужно тогда прекратить его. Некоторые больные успокаиваются при движении на чистом воздухе, при отвлечении внимания с занятиями, разговором, с интеллигентными людьми, при устранении поводов для страха. В тех случаях, когда у больных существует патологическая невыносливость к людям, чаще всего обусловливаемая иллюзиями и смещением лист, приходится помещать больных в отдельные комнаты. Эти комнаты не должны носить мрачного характера обычных изоляторов, хотя, конечно, обстоятельства часто вынуждает выносить из них вещи, которыми больной может себе навредить и защищать окна рамой с металлической сеткой, заблаговременно вставленной. Большинство психиатров советует очень беспокойных больных помещать в изоляционные камеры, иногда с мягкими стенами, хотя бы на короткий срок до успокоения. Как уже я говорил, в психиатрической клинике мы решительно не пользуемся изоляционными отделениями уже несколько лет. То обстоятельство, что это возможно делать в клинике, не давало бы права утверждать, что возможно обходиться без изоляторов и в других больницах, так как условия клиники несравненно выгоднее как в отношении количества больных, так и выбора их по качеству, а также и материальных средств, которыми обладает учреждения на опыт некоторых больших лечебниц, как, например, психиатрического отделения Екатеринославской, Днепропетровской, Днепровской больницы заставляет считать, что того же можно при желании достигнуть даже переполненных учреждений. Само собой и разумеется, что нужно всегда помнить, что нужно выбирать ту меру, которая полезнее и удобнее для больных. В этом смысле и нужно решать вопрос о пользовании изоляторами. В отношении его мы не имеем еще такого определенного, вполне установленного требования, как относительно связывания. Связывание, безусловно, должно быть исключено из способа влечения беспокойства у больных. Как я уже говорил, в тех заведения, где введена система несвязывания гораздо менее так называемых буйных больных, чем в тех, где больных связывают, всякий психиатр должен это твердо помнить, чтобы не податься решению связать больного, диктуемому потребностями данной минуты и желанием дать хотя бы временный отдых удерживающей больного прислуги. Вообще, чем гуманнее режим заведения, тем, с одной стороны, лучше организовано постельное содержание и наблюдательное отделение, чем более возможно соединять больных, хорошо влияющих друг на друга, и чем, с другой стороны, есть большая возможность разобщать больных, дурно влияющих друг на друга, тем буйных больных меньше. В некоторых заведениях по целым месяцам их совсем не бывает. В некоторых случаях нужно беспокойному больному дать наркотическое геосин или дюбоизин и другие вышеперечисленные успокаивающие средства. Нужно сделать впрыскивание морфия, чтобы устранить возбуждающую боль. В других накормить или делать продолжительные теплые ванны, как советуют крепелин или кратковременные прохладные ванны, или завернуть в мокрую простыню, а затем сукну или одеяло. Если беспокойство обусловливается припадком эпилепсии и можно опасаться повторения судора, то таких больных помещают в особую кровать с боковыми высокими сетками, как у детских кроватей. Третье. За больными нечистоплотными испражняющимися и пускающими мочу под себя уход должен быть самый тщательный. Если эти больные лежат, то нужно, чтобы под простыней была непромокаемая резиновая подкладка. Иногда употребляются кровати с особым приспособлением, состоящим в том, что под сеткой кровати проделана особенно выдвижная рама с сосудом. На кровать кладется матрас, обшитый гуттаперчи. В середине матраса устроено отверстие для стока мочи, подлежащий сосуд. Больные должны постоянно обмываться водой с простым или ароматическим уксусом. Больных которые не лежат, нужно через определенные промежутки, через час или два, вводить в клозет или сажать на судно. Каждый день ставить им клизмы, чтобы испражнение происходило в определенное время над судном. Это особенно важно у тех больных, которые размазывают кал или съедают его. Вот так. Уход за чистоплотными больными так же, как и за больными беспокойными, должен быть главным образом предупредительный. Нужно старанием старательно предупреждать всякий случай нечистоплотности. Это достигается изучением привычек больного и неуклонным методическим применением тех мер, которые только что были указаны. Если назиратели и прислуга хорошо научены уходу за больными, имеющими наклонность к непроизвольному или беспорядочному мочеиспусканию и испражнению и относиться к делу добра порядочно и с желанием достигнуть цели, то нечистоплотность исчезает из больницы для душевно больных и количество запачканного испражнениями и мочой белья становятся незначительными. Многие практические психиатры не верят этому так же, как не верят, что без употребления горячечной рубашки можно обходиться, но в доказательство своих слов я приведу в пример доктора Петца, директора больницы Аль-Щербис, который в своей книге колонии Зерунгдер Гайстер Кранкен указывает, что ему в его очень большой больнице удалось почти совершенно устранить проявление нечистоплотности. Четвертое. За больными, стремящимися к самоубийству, должен быть беспрерывный надзор. Таких больных правильнее не помещать в отдельные комнаты, а помещать среди других больных, так как в таком случае покушение на самоубийство бывает гораздо реже. Нужно помнить, что больные иногда чрезвычайно настойчивы и употребляют самые неудобные орудия для приведения в исполнение своего намерения. Бросаются с лестницы, глотают стекла, гвозди, булавки, закидывают язык с целью задушения, женщины вырывают у себя волосы, чтобы свить веревку, вьют ее из кусочков белья и хранят ее от взоров окружающих в наволочке или даже во влагалище. Описаны случаи втыкания булавки в сердце или же засовывая чулки в горло. Поэтому необходимо зорко смотреть за такими больными каждый день утром и вечером, осматривать их постель, их платья, карманы, не давать им возможности иметь при себе веревки, длинные платки, надзиратели должны каждый раз пересчитывать все даваемые и возвращаемые больным вещи. Полотенца, платки и ножи и вилки и прочие предметы, могущие повредить больному, чтобы случайно больные чего-нибудь не припрятали. Кровати у таких больных должны быть с мягкими или сплошными спинками, так как бывают случаи, что больные, оторвав полосу от простыни или сорочки, привязывают ее к перекладине кровати и, затянув на шее петлю, потихоньку спускаясь на пол, кончают самозадушением, так как иногда стремление к самоубийству вызывается и поддерживается подражанием, то следует иметь это в виду при размещении больных. Если в семье больного существует особенное расположение именно к самоубийству, то опасение должно существовать и в тех случаях, когда болезнь по своей форме не такая, при которой бывает в случае самоубийства. Пятое. Точно такой же строгий надзор должен быть за больными, желающими сделать себе какое-нибудь повреждение. Мы знаем уже, что больные часто стремятся повредить себя, царапают кожу, ударяют себя по голове, рвут волосы, бьются стены и кровати, вырывают половые органы, глаза, кусают язык и губы. Во всех случаях нужен надзор, постельное содержание, удаление опасных предметов. Нужно производить частые осмотры тела больного. При этих осмотрах иногда обнаруживается неожиданно опасная перевязка полового члена или глубокое расцарапание по крову. Особенно неприятные случаи, когда больной кусает себе язык или губы. Таких, правда, очень редких случаев приходится вставлять в рот небольшой деревянный клин, обмотанный полотном и постоянно держать его. Больных могущих повредить себе падением с кровати или кладут на матрас без кровати или на кроватях с мягкими бортами. При проглатывании предметов нужно извлекать их инструментами или проталкивать зондом и ожидать их удаления с экскрементами. Имея в виду возможность неожиданных случаев повреждения, врачи и больницы должны заботиться тем, чтобы во всех отделениях или где-нибудь в центральном месте была наготове особая коробка с необходимыми для лечения несчастных случаев вещами, перевязками, инструментами, противоядиями. Нужно, чтобы каждый из служащих твердо знал, что делать в случае обнаружения какого-нибудь повреждения или покушения на него, так как прислуга всегда будет теряться и тратить время понапрасну. Одна из необходимых в самое первое время вещей это обезоружить больного и не дать ему возможности в суматохе спрятать имеющееся у него орудие в такое место, где он его сможет найти снова. Такой же строгий назор, как за больными, стремящимися к нанесению повреждения себе, должен быть относительно больных опасных для других. Тут также нужна строгая индивидуализация, разобщение больных. В высшей степени опасно помещать двух беспокойных больных в один запертый изолятор. Случаи убийства при таких обстоятельствах нередки, а в одной больнице около десяти лет тому назад один больной не только убил помещенного, помещенного, вернее, с ним больного, но и оторвал часть его органов и чуть ли не съел их. Относительно больных, стремящихся к поджогу, нужно заботливо следить, чтобы им не попадали спички, чтобы и у них не было легко воспламеняющихся веществ, как эфир, керосин. Имея в виду возможность пожара больницы, нужно всегда иметь на готове противопожарные снаряды и время от времени указывать служащему персоналу, что нужно делать случаи пожара. Многие считают, что против стремления больных наносить себе или другим опасные повреждения в некоторых случаях единственной меру служит связывание в горячечную бум-рубашку. Я решительно протестую против этого. Связывание большей части усиливает влечение к нанесению повреждений и далеко не всегда предохраняет от проведения в исполнение задуманного намерения. В одной московской больнице лет 15 назад связанный больной разбил лампу и бросился в загоревшийся керосин. В одной из петербургских больниц связанный больной высвободив руку вырвал себе оба глаза и выздоровев от душевной болезни остался слепым. Честь к больным с вредными наклонностями относятся и стремящиеся к бегству. Конечно, прежде всего, как и всех других случаев симптоматического лечения нужно выяснить себе мотивы этого стремления и действовать сообразно с обстоятельствами. В большинстве случаев за такими больными необходим строгий надзор, отдельные прислуги или посильное содержание. Иногда надзор должен быть незаметный для больного, так как у некоторых, например, истеричный при усиленном минозолевом надзоре развивается особенно сильное желание сделать попытку к бегству. Должен сказать, что вообще в больницах, где принята система открытых дверей, стремление больных к бегству несравненно меньше, чем в больницах запертых, хотя случаев бегства в общем несколько более. по отношению к степени надзора за стремящимися к побегу больными имеет значение, конечно, и взвешивание последствий бегства. Иное дело бегство человека, стремящегося к самоубийству или убийству, другое дело бегство от скуки, от желания повидаться со своими. Точно так же не так важно бегство больного, насколько неосмысленного, что при первой встрече его болезнь будет обнаружена и он будет взят полицией. Слишком усиливать назор в заведении и стеснять больных лишь для того, чтобы не было ни одного случая, даже невинного ухода, по моему мнению, не следует. Седьмое. Есть целый ряд больных, которые постоянно пристают с просьбой о выписке их из больницы. Они доставляют часто неприятности тем, что вызывают протесты и со стороны других больных. Конечно, для борьбы с этим симптомом имеет значение прежде всего знание его патогенеза. В общем, чем лучше обставлен больной, чем более удовлетворены его требования, и при том часто не самые существенные, а мелкие, интимные, чем внимательнее отношение к личности человека, тем эти требования менее чисты, менее назойливы и менее влияют на других больных. Занятие времени больного удовлетворяющим трудом или развлечениями, речь идет о шашках, бильярде, музыке, рисовании, особенно таким, в котором он может проявить некоторую самостоятельность и талантливость, уменьшает потребность выхода из заведения. В отдельных случаях приходится, конечно, различно реагировать на требования выписки, отвлекать внимание, ободрять, но никогда не нужно больного обманывать, говоря, что завтра выпишут, когда на самом деле нет этого намерения. Это правило нужно внушать и родственникам, которые часто при свидании дают больным ложные обещания, в большинстве случаев излишняя требовательность проходит при наступлении выздоровления. В немногих случаях она доходит, однако, до такой степени, что приходится действительно соглашаться на выписку больного. Конечно, это делается по отношению к больным, которые не безусловно нуждаются в лечебнице. Делается это с целью сохранить доверчивое отношение к персоналу больницы, что очень важно в видах дальнейшего лечения. Восьмое. Снимание и рванье платья и белья составляет один из симптомов, очень частый и неприятный в хозяйственном отношении, особенно в больницах, где приходится приспособлять расходы к узкому бюджету, кроме устранения причины этого явления, например, употреблением прохладных ванн, при чувстве жара в теле, с заметной заменой казенного белья своим собственным, которое больному более знакомо и которое он более бережет. Одним из лучших средств является постельное содержание, и занятие времени больного каким-нибудь легким делом. Белье делается таким больным из более крепкой, хотя и мягкой материи. Иногда употребляется так называемая нервущаяся материя с застежками сзади при помощи особенных навинчивающихся пуговиц. В прежнее время, когда охотно пользовались изоляторами для беспокойных больных, приходилось мириться с тем, что больной беспрерывно скидывающий белье остается раздетый в теплом изоляторе, так как беспрерывное одевание только усиливало раздражение больного. Большей частью больные при этом скоро чувствовали сами неудобства своего положения и примерялись хотя бы с простыней, которую закрывались и которую не рвали. Девять. Анонирование составляет довольно частое явление у разнообразных больных, не только слабоумных хронических, но и острых. При ажитированной меланхолии остро развивающемся бессмыслии тут всегда нужно определить условия развития этого симптома и действовать на них так. При меланхолии особенно у женщин часто причиной бывает особенное тоскливое чувство локализующейся половой системы и связанное с местными расстройствами, спринцевание, поясные и общие ванны, также болисы и суппозитории с наркотическими средствами помогают в этих случаях одновременно с психическим воздействием, отвлечением внимания разговором и занятиями. Постельное содержание более располагает канонизму, чем трудовой режим. Одно из самых лучших средств пребывания на воздухе, гуляния, работа, занятия интересующих предметом, также предупреждает анонирование, прежде употреблялось у мужчин намазывание крайней плоти коллодио канторидато, но это средство довольно жестокое, иногда оказывает действие влияние гипнотического внушения употребления средств, ослабляющих половое влечение и перечисленных выше, редко приносит пользу. Очень важно предупреждать всякую возможность противоестественных половых отношений между лицами одного пола в лечебнице для душевно больных. Наклонность к этому иногда бывает и у мужчин, и у женщин, но при внимательном надзоре ее нетрудно заметить. Точно так же при надзоре легко заметить и предупредить половые отношения между отдельными больными мужского и женского отделений случаи такого рода кончавшиеся беременностью бывали. Десятое. Отказ от пищи. С этим явлением приходится довольно часто иметь дело. В некоторых случаях оно продолжается недолго и больной после небольшого голодания начинает есть. В других же случаях бывает на долгое время полный отказ от пищи и питья. Больной истощается и может умереть как непосредственно от голодания, так и от случайных осложнений, которые на истощенной почве вызывают слишком сильное падение сердечной деятельности и не переносятся так легко, как при других условиях. При лечении отказа от пищи прежде всего нужно узнать его причину и действовать на нее. Так иной раз он обуславливается лихорадочным состоянием и при прекращении его исчезает, иногда страданием кишечника, упорными запорами, в таких случаях нужны клизмы, иногда пробывание желудка, развитием воспаление слизистой оболочки рта, вследствие чего является дурной вкус, порождающий бредовые представления, тогда нужно хорошо промыть рот раствором борной кислоты, иной раз отказ от пищи, зависит от тоски и с уменьшением ее при помощи впрыскивания опиа или морфия проходит, иногда бывает полное отвращение к еде, полное отсутствие аппетита, всякая пища становится противной, в таких случаях назначаются средства возбуждающие аппетит, из которых лучая орексин, рецепа орексини базицы 0,3 ДТ, Д, взять такой дозы номер определенный по одному порошку или в обладках до трех раз в день с теплой жидкостью, иной раз больной не ест, потому что считает себя грешником, разорившим семью, недостойным еды, тогда мягкое, ласковое, участливое отношение, соединенное с терпением, нередко дает возможность убедить больного что-нибудь съесть и принять орексин, усиливающий влечение к егде. Иногда больной не ест вследствие крайней нерешительности такого больного, приходится кормить из рук, иногда в течение целого часа, иногда больной ипохондрик не ест, под влиянием мысли, что у него пища не идет, что он не может глотать. Такие больные часто едят оставшиеся дни, и им нужно пищу оставлять в комнате, или у них является вдруг позывки еде, и ввиду этого нужно иметь всегда пищу наготове, чтобы больной поел, пока позыв не прошел. Иногда отказ от пищи обусловливается религиозными побуждениями, желанием поститься. В таких случаях часто больные соглашаются есть просфору, запивать освещенной водой один больной из числа односторонних поклонников взгляда Льва Николаевича Толстого отказывав, от мяса молока яиц и даже от хлеба и картофеля, потому что из этих продуктов будто бы может образоваться в желудке винный спирт, соглашался есть только особенным образом приготовленные гороховые продукты. Во многих случаях отказ от пищи обусловливается боязнью отравления. таких случаев больные иногда едят только яйца или охотно едят то, что попробовал врач или другой больной. Во многих случаях мешают есть мысли, что их кормят мерзостью, падалью, испражнениями, трупами убитых детей, родственников. или мысли подкрепляются галлюцинациями вкуса, обоняния. В таких случаях нужно аккуратно очищать рот, промывать нос, иногда причина отказа, сознательное желание умереть с голоду. В таких случаях нужно все-таки приглашать больного к общему столу, давать ему орексин, нередко больные, не выдерживает своего решения и, обвиняя себя в бессилии, начинает есть. Если действия, вызываемые пониманием причины отказа и уговоры, просьбы, приставания, напоминания остаются без результата, что особенно часто бывает у галлюцинантов, считающих что их кормят человеческим мясом, у меланхоликов, имеющих полное отвращение от пищи, и у ступорозных больных, и кататоников, пассивно сопротивляющихся всему, то нужно прибегнуть к насильственному кормлению. В случае небольшого упорства это делается так. Назирательница и надзиратель с помощью сиделки и корма больного с ложки, осторожно производя раздвигание зубов. При этом не следует прибегать к зажиманию носа, прием, которым пользуются некоторые, для того, чтобы больные проглотили влитую в рот пищу. Некоторые психиатры вызывают глотательный так, прикладывая электроды индуктивного тока близ угла нижних челюстей. Если и это не помогает, вливают пищу при помощи гуттаперчевого баллона, трубка которого проведена в полость рта через отверстие, находящееся сзади коренных зубов. Я к этой мере никогда не прибегал, потому что нахожу, что в случае упорного отказа гораздо лучше и действеннее кормление при помощи зонда для насильственного кормления употребляются мягкие или полутвердые зонды, как вводимые через нос, так и через рот. При кормлении через рот можно пользоваться обыкновенным желудочным зондом для промывания. Приступая к попытке кормления, нужно предварительно озаботиться, чтобы было достаточное число помощников, не менее четырех, чтобы были приготовлены все нужные инструменты, зонды, стеклянная воронка, пальмовые клиния, которыми раскрывается рот, металлический панцирь, надеваемый на указательный палец врача, для того, чтобы больной не мог его укусить при введении в полость рта. Чистая теплая вода, достаточное количество пищи, лекарства, которые нужно вводить, вино, полотенце и салфетки, раствор борной кислоты для обтирания рта в качестве питательного материала служит обыкновенно молоко, четыре стакана, восемьсот, значит, КЦ не знаю, что это такое, бульон, один стакан, три, пять яиц, которые разводят сырыми в горячей бульоне, смесь процеживается сквозь сито, чтобы не было твердых частей, могущих застревать в зонде, к этому подбавляется чайная ложка сахара, несколько соли, иногда вино и лекарства, например, пепсин и соляная кислота для лучшего усвоения, как показал опыты доктора Семеки. Пища должна быть теплая, но не горячая, в чем врач должен каждый раз сам удостовериться. Если все готово, то больные быстро укладываются в постель, помощники держат, один ноги, другой руки, третий голову, четвертый помогает при введении зонда на грудь больного и под подбородок кладется салфетка. первый акт заключается прикормление через рот. В открывании рта берется один из клиньев и приставляется к зубам. Если есть какая-нибудь щель между верхними и нижними зубами, то быстро вводят в нее конец клина и осторожными движениями вверх и вниз просовывают клин. Если щели нет, то выжидают. Удобный момент, чтобы ввести клин, раз введен один клин, вводится вследствие вслед за ним и другой. Ручка, ручки их передаются помощнику, который смотрит, чтобы они не выходили изо рта и прижимали и прижимали бы язык вниз. Затем берется зонда, смачивается в молоке и водится в глотку. При этом врач при помощи пальца, на который надет металлический панцирь, ощупывает, не произошло ли изгиба конца зонда. Если этого не произошло, то зон свободно идет и входит в желудок. Предварительно лучше наметить на зонде черту, обозначающую, насколько нужно его ввести. это расстояние составляет 50-55 сантиметров. Когда зонд введен, то нужно некоторое время переждать, чтобы убедиться, что больной свободно дышит, некоторое время переждать, ну вот, и после того, значит, и после того в конец зонда вставляется воронка, на которую или в которую вливается пробная теплая вода в количестве одной чашки. Если вода свободно проходит, можно вливать пищевую смесь. Наливает обыкновенно помощник, а врач придерживает зонд у отверстия рта и клиния так, чтобы больной языком не мог прижать трубки зонда. Наливание должно производиться медленно, с небольшой высоты, время от времени трубка зонда сжимается, чтобы несколько замедлить ведение жидкости. Когда влито все количество, то зон зажимается и выводится из рта. Вслед за этим производится очищение рта при помощи салфетки, намоченной в растворе бурной кислоты, очищается рот, затем вынимается клинья и больному предлагают выполоскать рот. Иногда во время кормления начинается рвота, тогда приходится прерывать его. Большей частью при повторной попытке удается накормить без приступов рвоты. Для первого кормления обыкновенно вводится небольшое количество пищи, а потом оно увеличивается. При кормлении зондом через нос нет надобности открывать рта, а зонд у больного лежащего или сидящего с запрокинутой и удерживаемой головой вводится в отверстие носа. Иногда употребляется зонд без мандарена, иногда с мандареном зонд бальяржа, который вынимается, когда зонд достигает желудка. Всего лучше употреблять простой мягкий нелатоновский зонд. При кормлении через нос существует большая опасность попасть в дыхательное горло, поэтому нужно быть очень внимательным и при признаках раздражения гортани останавливать введение зонда или не скамин вынуть его. Когда зонд введен, что узнается по особому ощущению и звуку глу-глу, нужно обратить внимание, правильно ли дышит больной, не проходит ли выдыхаемый воздух через воронку, что узнается по колебаниям пламени свечи, для полного убеждения нужно вдувать в зонд воздух баллоном и аскультировать желудок, чтобы убедиться, что воздух идет туда. Случаев, в которых довольно много случаев, в которых при введении зонда через нос производились повреждения гортани и лёгки довольно много. Известный английский психиатр Гоктюк однажды повредил аорту. Это бывало прежде при употреблении твёрдых зондов, особенно у больных с пониженной чувствительностью. Я лично предпочитаю кормить через рот, что больному менее неприятно, чем через нос. Операция открывания рта мне удавалось хорошо, почти у всех больных. Только в случаях, когда больной очень сильно сопротивляется и его зубы плохие или когда нужно немедленно ввести в желудок противоядие при отравлении больного и нет времени терпеливо выжидать удобного момента для открытия рта, я прибегаю к введению зонда через нос. В таких случаях можно воспользоваться носовым зондом для выкачивания содержимого желудка. Некоторые советуют прежде чем водить пищу каждый раз промыть желудок водой, например, раствором двух углекислой соды или раствор виши, так он называется. Такого рода кормления производят два раза в день, иной раз достаточно бывает накормить насильно один раз, а потом больной уже начинает есть самостоятельно. Иногда, однако, больного приходится долго кормить через зон, у него развивается привычка к этому, тогда нужно время от времени прорывать кормление, чтобы больной пробовал есть без зонда. Вот видите, какие тяжелые больные. Сейчас таких нет, а если даже есть, то вводят внутривенно или подкожно питательные вещества. Кормление через зонт соединено обыкновенно с насилием. Уже одно это делает применение этой операции неприятным и заставляет прибегать к ней только в случаях настоятельной необходимости. Поэтому спрашивается, когда нужно начинать кормление, если больной отказывается от пищи. Вопрос. Опыт показывает, что человек может жить без пищи довольно долго. Так описаны случаи, где больные жили от 35 до 40 дней, принимают одну только воду. Один больной не ел 62 дня и умер на 63 однако если больной и не ест и не пьет, то он умирает обыкновенно гораздо скорее. Ввиду этого существует большая разница относительно назначения насильственного кормления у больных не пьющих воды и пьющих в случае если больной ничего не пьет, то уже на 4-5 день необходимо приступать к кормлению. Если же больной пьет воду, то можно ждать 2-3 недели. А по мнению немецкого психиатра Сименса, видящего в кормлении одно из проявлений проявлений рестраинта, то есть стеснения и целый месяц. Но это правило нельзя считать абсолютным. Есть больные, которых нужно кормить насильственно уже через 2-4 дня после начала полного отказа. У других же можно ждать и долго. Все зависит от степени истощения. Сильное истощение голодающего больного проявляется в крайнем исхудании, тусклом взгляде, желстезне и сухости кофе, причем иногда она горячая, конечности же холодные и синие, пульс слаб, часть губы сухие, на них корки, язык бледный или ярко-красный, сухой, с буроватыми жесткими корками по краям изо рта запах разложения ацетона. В моче находится ацетон, определяемый реакцией с полутора хлористым железом, вишневая краска, иногда к этому присоединяется лихорядочное состояние и омертвление легких. Если приближается время назначения, насильственного кормления, то я обыкновенно заранее объявлю об этом больному и даже показывая ему зонт. Это делается, конечно, не в виде устрашения, а для того, чтобы приучить его к мысли о таком кормлении, нужно при этом высказать, что как вам самому это не неприятно, вы делаете насилие из обязанности спасти больному жизнь. Иногда этого бывает достаточно, чтобы больной стал есть. Если больной сам ест и пьет, хотя очень немного, то обыкновенно к насильственному кормлению не прибегают. В таких случаях можно вводить питательные вещества клистирами. Для этого после очистительной клизмы вводят при помощи баллона около стакана жидкости, содержащей молоко и пептоны белки. Иногда употребляются лейбевские питательные клизмы. Если введение желудочного зонда опасается, или оно не удается, или если истощение идет так быстро, что не ожидает быстрой пользы от кормления, то делает подкожное вливание полупроцентного раствора пара поваренной соли в дистиллированной воде. Вводят при помощи инжектора употребляемого для подкожных флеяне вливаний при холере подкожи живота до 500 кубических сантиметров теплой жидкости зараз. Некоторые из психиатров, прибегавших к такого рода мере, очень ее хвалят, благодаря ей удавалось спасти больных, так как введение физиологического соленого раствора не только предотвращает истощение, но вызывает естественную потребность к еде и больной после двух-трехдневного лечения таким способом часто начинает есть сам. Вместо подкожной инъекции можно делать осторожное и медленное введение такого же раствора соли, но в количестве не более 250 кубических сантиметров за раз и прямую кишку указывает, что иногда солиные клизмы усиливали аппетит и прекращали отказ от пищи. Подкожу для повышения питания истощенных больных некоторые предлагают водить также раствор виноградного сахара и эмульсии прованского масла или оливкового. Таковы методы лечения душевно больных по окончании душевной болезни. Нередко бывает нужно последовательное лечение выздоравливающего или выздоровевшего. Как я говорил, не нужно торопиться отпускать из больницы. Нужно дать ему окрепнуть и только постепенно вводить его в жизнь. Сначала, если больному не были разрешены свидания, следует позволить кратковременное свидание с родными и знакомыми. Если не будет вредных последствий, то свидания разрешаются чаще и, наконец, больному позволяется выезжать домой. Иногда правильно посоветовать больному не сразу же возвращаться в свою обстановку, а сделать путешествие, поехать к морю или в деревню и только уже потом приниматься за свои занятия. Часто больные, выходящие из лечебницы, представляют признаки очень большой утомляемости. Им нужно предписать не утомлять себя первое время ни занятиями, ни развлечениями, а вести самый тихий и спокойный образ жизни. Многие больные при выздоровлении сильно полнеют и чувствуют некоторую вялость, приписывают это полноте. От этой последовательной полноты лечиться каким-нибудь... Нет, от этой последовательной полноты лечиться какими-нибудь ослабляющими мерами не следует. Значит, от этой полноты лечиться какими-нибудь ослабляющими мерами не следует или не рекомендуется. Ну, вот так вот. На этом раздел курса психиатрии Сергея Сергеевича Корсакова под названием «Лечение» завершён. Следующий, последний, большой раздел первой общей части этого курса под названием «Общественная психиатрия». Вот, я начну зачитывать вам в следующий раз. Значит, он состоит из следующих подразделов «Отношение к душевно больным государства», «Общественное презрение душевно больных», «Законодательство душевно больных», «Судебно-медицинская экспертиза». Вот, это вот такая вот часть. Ну, и на этом общая часть будет завершена. И я приступлю, наконец, к чтению курса психиатрии Корсакова, том 2. Вот, он будет гораздо интереснее, гораздо живее и понятнее больным. Почему? Потому что там будет описываться частная патология и терапия душевных болезней. Вот, и всё. Там, по классу. Психопатические, психопатические состояния вследствие отравления, самостоятельные, быстротип течения и так далее. Я не буду перечислять. Это второй раздел, он довольно большой. Короче говоря, там будет описана вся нозология, которая имелась или существовала в тогдашних классификациях душевных болезней. Ну, вот так вот. На этом я, доктор Жоль Горбатов, за оборщающиеся этой части из курса психиатрии доктора Сергея Сергеевича Корсакова. Прощаюсь с вами. Как всегда, как обычно, традиционно, сердечно благодарю всех потенциальных слушателей и зрителей этого ролика за их интерес. Говорю вам спасибо и до следующих встреч в чтениях. Спасибо и до свидания.